Еще весной было принято решение о разработке единого информационного образовательного портала для учреждений общего среднего образования. Задача была поставлена, чтобы данная платформа начала работать в тестовом режиме с 1 января 2021 года. На сегодняшний день мы уверены, что задача, поставленная министром образования, будет нами выполнена. Прежде чем начинать работу над платформой, безусловно, изучили мировой опыт. К разработке ресурса привлекались лучшие учителя из всех регионов страны. Всю координацию работы возложили на себя областные Минский городской институт развития образования. А экспертизу разработанных материалов проводила Академия последипломного образования и Национальный институт образования. Хочу отметить, что эта платформа в помощь учителю, но никоим образом не заменяет учебный процесс. Это в помощь тем учащимся, которые по той или иной причине не посещают учебные занятия. Это в помощь учащемуся, которому нужна дополнительная информация, чтобы качественно выполнить домашнее задание, заданное на уроке. Это в помощь учителю для того, чтобы организовать индивидуальную работу с учащимися. Мы уверены, что эти материалы будут активно использоваться учащимися, учителями, а также и студентами педагогических специальностей для того, чтобы готовиться к своей будущей работе. В настоящее время в Министерстве образования разрабатываются рекомендации, как работать с этим ресурсом. Банк учебных материалов, который разрабатывается сейчас для этого единого информационно-образовательного ресурса, будет структурирован по учебным предметам. В каждом учебном предмете будут выделены классы, в которых изучается этот учебный предмет, и будет разделен он на модули. Модули в полном соответствии разрабатываются с учебной программой и образовательными стандартами, которые утверждены Министерством образования Республики Беларусь. В каждом модуле на данном этапе будут материалы, которые дают ссылку на учебное пособие, по которому разрабатывается та или иная тема видеофрагмента. Будет обязательно целевой блок, который перечисляет те знания и умения, которые должны быть сформированы у учащихся в ходе изучения новой темы, видеофрагмент с объяснением нового учебного материала и тестовое задание, которое предназначено для самопроверки усвоения учебного материала. Предусмотрен также блок дополнительных материалов.